Хорошо. Так, жертвенник курения, мы говорили, да? И вот смотрите, когда мы приходим к Богу, мы покаяние осуществляем, то мы заходим в какой двор? Двор внешний, да? В внешний двор храма. Мы принимаем жертву, которую Иешуа Мессия, Он на кресте, и мы знаем, мы физически жертву не приносим, да? Вот, но мы принимаем эту жертву. И в этом аспекте, мы будем сейчас чуть позднее говорить о конкретных видах жертвоприношений, есть жертвоприношения, как все сожжения, и есть жертва за грех. В русской Библии, там есть не совсем точный перевод, мы в прошлом году там смотрели, и получается, как будто жертва всесожжения – это есть жертва за грех. Это совершенно разные вещи. Жертва всесожжения, она идет за исцеление нашей греховной природы. Вот я недавно слушал лекции Осипова, это из Духовной Академии Православной. Я еще раз говорю, я не совсем его тезисы не ссылается, но мне очень понравилось такое сравнение. Вы знаете, что мы все больны. И вы знаете, что мы все больны шизофренией. Это уже мое мнение. Что такое шизофрения? Шизорасщепление, да? Френа – это психика человека. Помните, Шерлока Холмса написал, как это его «Конандоль», да? И он был врачом, кстати, и, может быть, это из случаев, которые он наблюдал в своей медицинской практике, написал доктор Джекиил и мистер Хайт. Джекиил – это язык Иль, да? А Хайт означает по-английски, насколько я понимаю, скрытый, да? Скрытый. Это был один и тот же человек. Но иногда он поступал хорошо и правильно, как нормальный человек. Иногда вдруг он становился маньяком, да? В нем живы две личности. И одна личность не помнила, что творила другая, да? Вот представьте себе, можно ли наказывать человека, если в нем две личности? Вот, конечно, повесить его или отрубить ему голову, да? А какую личность ты при этом накажешь? Да, видите? И ту, что виновата, и ту, что не виновата. Вот Павел говорил, да? У меня есть нечто, что мне приказывает говорить и поступать праведно. И есть нечто, что противится этому. Поэтому я хочу хорошего делать, а не могу. Да? Есть очень хороший мидрожь – незнайка. Помните незнайка, когда хотел сделать добрые дела? Он подходил, буквально всем представил, какое вам доброе дело делать. И только он начинает эти добрые дела делать, а получалось-то что? Еще хуже, да? Еще хуже. Лучше бы он этих добрых дел не делал. Вот такая наша природа. И вот Осипов сравнивает с кораблем, который терпит крушение. Вот представьте себе, корабль, который точно мы знаем, что должен потонуть, и ничто не может спасти его, да? Что делают нормальные пассажиры этого корабля? Да, спускают шлюпки, да, кто, кому шлюпки не досталось, там, хватает доски, надувные матрасы, спасательные жилеты, все что угодно, прыгает за борт, да? А ненормальные люди, вместо того, чтобы спасаться, они начинают драться за самую лучшую каюту корабля, насиловать женщин, грабить, убивать. Ну, это нормально или это ненормально? Ну, так поступают люди. И самое удивительное, это пример Осипова, но я вспомнил пример Титаника. Вы знаете, что когда тонул Титаник, он вообще несколько часов тонул, где-то, два примерно с половиной часа. Это продолжалось в первый час, это даже никто не замечал, что он тонул. Вода в него уже поступала, но когда Титани столкнулся с Асбиром, там, часть снега обрушилась на палубу, и люди выбежали на палубу и радостно играли в снежки. Почему? Помните, им так внушили, что этот корабль, он никогда не затопит. Даже кто-то писал, что даже Господь Бог не затопит этот корабль. Да? Вот так. Но Бог поругаем не бывает. Лучше бы этого не писали. А те, которые знали, ничего не сообщали людям. Потому что они думали, что это наполнится вот определенные отсеки, и на этом все остановится. Затем, когда они уже посчитали и узнали, что корабль тонет, да, они начали объявлять тревогу. И что, начались богатые спасаться, а бедные были даже вообще закрыты через решетку. И только уже, когда корабль начал вот так вот крениться, а это уже через полтора часа, после того, как уже прошло время, как он начал тонуть, да, только тогда начали спускать шлюпки. И так было шлюпок недостаточно. И получилось, что шлюпки могли спустить только с одного борта. Да? И люди тут уже начали давить друг друга и прыгать. И чем больше крен увеличивался, тем больше нарастала паника. И в результате было спасено значительно меньше людей. Ну, всех спасти было невозможно, потому что шлюпки не были насчитаны, да? Но можно было спасти еще примерно столько же. Спасти только половину тех, которые могли быть спасены. Почему? Потому что вначале пренебрегли опасностью. Затем началась паника, да? И многие люди погибли. Так вот эти вот из бедных палуб, они прорвались на богатые, и что они стали делать? Грабить, отбирать там золотую посуду, все эти серебряные ложки запихивать себе в карман, грабить каюты, в которых оставалось богатые. Зачем грабить? Ну, ты потонешь через час. Где логика? Да, кто-то там занимался сексом, другие там оркестры играли, они пили, веселились, да, у пьяных уже упились, и, как говорится, то ли в пьяном виде уже, то ли от того, что утонули. Да? Знаете, случай один был такой, один от конвоя, от конвоя был, это сам, и он был такой пьяный, в общем, утонул конвоя, что на него даже не подействовала вода. Такой пьяный был. Все замерзли, а он один-единственный остался в шлюпке. Его подняли на палубе, и на радостях он выпил еще виски. И уже умер от отравления этого виски. Ну, конечно, были случаи, когда там люди свидетельствовали о Боге, уступали другим, всякое было. Вот, говорят, там были и равен, и священники, которые свидетельствовали, и молились, но таких было очень-очень немного, да. Ну, и, как сказано в анекдоте, был один старый еврей, который пладал на надувной лодочке и кричал, чай, кофе, капучино, чай, кофе, капучино. Ну, это, чтобы вам не так грустно было. Вот представьте себе, объявлено, что через три дня, вот, в субботу, случится, придет метеорит, и упадет, и тут вообще ничего не будет. Вот что вы будете делать? Бежать некуда, спастись США на Низе, да? Вся земля, ну, знаете, такие фильмы. И как вот будут реагировать люди? Опять это, да? Потому что наказание уже и так смерть за все. Пить, еть, веселиться и грабить. И очень мало людей думает о спасении. Почему? Потому что такая человеческая природа, да? Вот все мы страдаем шизофренией. Я вам, как врач, да, по специальности я психоневролог, вы знаете, у меня пограничные состояния, неврозы, я в физкультурном диспансере тоже работал, значит, контакты, бесконтактный массаж, биоэнергетика, все вот такие вещи. И я вам точно скажу, что шизофреника от нормального человека отличить абсолютно невозможно. Потому что мы все шизофреники. И недаром говорит наша советская медицина, что все люди душевно больные. Только они уже сидят в психбольнице, а другие ждут своей очереди. Я говорю о людях мира этого, правда? О людях мира этого. Но если человек получает спасение, да, тогда он становится уже ненормальным для этого мира. Но он становится нормальным для Господа. Он становится нормальным для Господа. И вот эта жертва, это не есть грех, жертва за грех, да? Это есть жертва за нашу греховную природу, да? Мы рождаемся свыше. Мы получаем новое рождение. Но мы продолжаем грех жить. Ну вот вы понимаете, вот это интересно, да. Вот я, видите, у меня сегодня болезнь желудка, я пью минеральную воду, мне сказали, что пост не повредит. То ли у меня веры не хватает, то ли у меня плоть моя такая вот еще. Непонятно что. Ну вот не влезает, понимаете, в теорию. Почему-то все верующие не являются богатыми, а все неверующие не являются бедными, да? Или отбили там, мы говорили, у нечистивцев раздай праведника. А кто нечистивец, кто праведник? Думайте сами, да? Никогда не говорите о таких общих вещах. Говорите конкретно, потому что не дай Бог, не дай Бог, Бог ответит на ваши молитвы. Понимаете? Опять-таки, так что надо думать. И поэтому жертва за грех, она должна быть как у нас? Каждый раз, да? И это уже об этом говорит 1 Иоанна. Мы один раз уже очищены кровью, да? И как верующий вешал, не грешит, да? И с другой стороны написано, если мы говорим, что мы не грешим, мы обманываем сами себя. Как же это получается? Странно, да? Значит, мы грешим или не грешим? Ну вот видите, как интересно, да? То есть, грех не имеет над нами власти. Но мы сами берем на себя, опять-таки, ту старую власть, как те евреи, которые там выдавливали 40 лет из себя Египет, да? Выведен был народ наш из Египта в один день. И весь народ был святой. Но почему-то оказалось среди этих святого народа очень много несвятых. Правда? Вот, да, целое поколение. А я вам скажу, что мы не лучше их, а хуже. Потому что еврейская традиция, говорит, что каждое поколение хуже предыдущего. И это не просто бабушкины вот эти, значит, святования. Оно действительно так происходит. То, что позволяло во всем мире, да, вот, то сейчас являются нормой для верующих. То, что позволяли себе самые страшные грешники, сейчас являются нормой для этого мира, да? Куда дальше мы идем? Мы не идем вверх. Цивилизация, она не идет вверх. Если бы цивилизация шла вверх, да, вот тогда было бы очень просто установить какой-то порядок, и все будет хорошо, да? Помните, как Лев Солстой сказал, говорит, если все люди плохие объединяются, да, говорит, то хорошие люди тоже должны сделать то же самое. То есть объединяются и поубивать всех плохих людей. Но, чем всякие попытки эти заканчиваются, мы видели. Итак, есть грех за нашу, есть жертва за нашу греховную природу, да, это не есть жертва за грех, но есть жертва за грех. И каждый, кто грешит, да, он должен очищаться кровью Ишуа Мессии. Поэтому на жертвенники была принесена и та, и другая жертва. И та, и другая жертва. И вот теперь мы подходим непосредственно к вопросу о жертвоприношении. Для чего же мы должны изучать жертвоприношение? Мы знаем, что законы жертвоприношения, да, были установлены для того, чтобы подготовить на жертву Ишуа. Так вас всех учили. Жертва Ишуа пришла, и уже никакие жертвы не нужны, да? Так нас всех учили. Кстати, это тоже еврейская мысль. Это тоже еврейская мысль. Но нам нужно изучать жертвы. Опять-таки, во-первых, здесь символика есть, во-вторых, здесь есть определенная школа, почва для размышления, правда? И даже некоторые вопросы, касающиеся жертвы, они вошли в культуру нашу, повлекли к обычаям, соблюдаемым сегодня. Вот такой пример. Закон, содержащийся в стихе. «Всякое приношение твое хлебное соли с солью, и не устрани с соли завета Бога твоего от дара твоего». Помните завет соли? Да? Был заключен с кем? С Авраамом, да? Завет соли. «И цара твоего, и присякой жертве твоей приноси соль». Отсюда следует обычай опускать, например, соль кусочек хлеба, съедаемый во время застольного благословения. В Талмуде обеденный стол уподавляется храмовому алтарю, да? И излечения мудрецов, например, Раби Яханана и Раби Элизара, говорит, пока существовал храм, жертвенник искупал грехи евреев. Теперь же стол человека искупает его грехи. По мнению многих комментаторов, во время обеденного стола евреи совершают одно из высших благодеяний – гостеприимство. Принятие гостей, по мнению Талмуда, стоит выше, даже чем принятие божественного откровения. Остеприимство – не только характерное выражение любви к ближнему, оно способствует единению народа, ибо ничто так не объединяет людей, как совместная трапеза. Другие комментаторы считают, что сравнение обеденного стола с храмовым алтарем основано на том, что после трапезы за обеденным столом евреи изучают Тору. Я вам говорю, что это хасидская, это ортодоксальная точка зрения, но можем ли мы делать это? Тем более можем делать. Потому что если они делают то, что, по их мнению, заменяет жертву, но оно заменяет жертву, оно не заменяет, да? То тем более мы это можем делать, когда мы уже имеем жертву, да? И можем делать это просто из любви к ближним. И как обеденный столу подобен жертвеннику, евреи произнося благословение, «Гамот салеха минга арец», перед тем, как съесть небольшой ломтик хлеба, что означает начало трапезы, опускает этот ломтик в соль. И это соответствует предписанию Торы о принесении соли вместе с любым жертвоприношением. Соль неоднократно упоминается в Танахе как символ Вечного Союза. В отличие от пищевых продуктов, соль не только сама не подвержена порчи, но и предохраняет от порчи все другие продукты. В известном томологическом комментарии под названием «Тософот» утверждается, что обязательное приношение соли вместе со всякой жертвой имело целью напоминать, что закон о жертвоприношении есть закон Вечного Союза Всевышнего и Его Творения. Помните? Завет соли. Это, вы заметите, что соль, да? Соль завета. Завет соли. Это, отметите, важное значение соли. И, естественно, солить не надо, казалось бы, ну, только жертву содрали с нее шкуру, ее же не оставляют на неделю, там, через неделю принесем, поджали мне, да? Поэтому нет смысла солить. Но мы это делаем, да. Это как символ. Это как символ Вечного Союза. Символ единения. Тософот утверждает, что обязательное приношение соли вместе со всякой жертвой имеет целью напомнить, что закон о жертвоприношениях есть проявление Вечного Союза между Всевышним и Его Творением. Записали это? Пишите ключевые слова. Я вам два раза повторил, да? Символ Вечного Союза между Богом и Его Творением. Записали? Хорошо. Так. Бог не нуждается, да, ни в жертвоприношениях, ни в еде, ни в питье. Но когда человек грешит, а затем приносит жертву, и ему прощается, и знает он, что он чист, да, он затем остерегается, чтобы не грешить и оскверниться слова. Если бы его грех не искупался, он продолжал бы грешить. Это подобно человеку, у которого загрязнились одеяния, он впредь не бережет их от грязи. Человек же, у которого одежда чистая, бережет их от любого загрязнения. Познание сущности изучаемых явлений называется на языке ученых кусом, таам, на иврите. Таам, да, помните? Бета-а-он. Таам. Ибо только познание приносит человеку подлинное наслаждение. Поэтому есть очень интересное выражение – вкусите и познайте, что благ Господь. Но прежде чем познать, что Господь благ, надо что сделать его? Кусить. Здесь не идет речь о людоедстве. Божий упаси! Помните, когда Ишуа говорил о таких вещах? Некоторые испугались, даже посчитали его не совсем психически нормальным. Но Бога надо просто вкусить. Ведь съесть что-то, съесть что-то, да, это значит сделать его внутри себя, да? Вот английское – I have. По-моему, это означает и хавать. Я и вею, да, и я кушаю. Правда, очень интересно, если сравнивать мышление и культуру разных народов. Я люблю о таких вещах разрешлять. I have – русское слово «хавать». Правда? Да. Видите? Соль не обладает сама по себе приятным вкусом. Однако, когда она добавляется в какие-то продукты, она придает вкус другим продуктам. Хорошо. Поэтому, наряду с хлебом, мясом на Алтай должна возноситься соль. Отсюда выражение «хлеб-соль». Хлеб-соль. Еще вы помните, соль употреблялась как упоминание о разрушении храма, да? Упоминание о разрушении храма. Хорошо. Итак, для чего же нужна жертва? Для чего же нужна жертвоприношение? Значит, для того, чтобы было абсолютное удовлетворение Бога над грехом и виной людей. Абсолютное удовлетворение Бога над грехом и виной людей. То есть, Бог находился где? Над грехом. Он что делал? Покрывал грех. И что же являлось этим покрывалом? Кровь. Тем более, кровь Ешуа Мессии, да? Она не просто покрывает, она искупляет, как мы знаем. Но копора, да и видите, и искупление – это один и тот же термин. Поэтому мы можем говорить о том. Тем более, кровь – вечное спасение Ешуа Мессии. Дальше. Кровь что делает? Примеряет нас Богом. Значит, абсолютное удовлетворение Бога. Второе – это что? Примерение с Богом. Записывайте это. Примеряет с Богом. И третье – это юридическое. Юридическое. Оправдание. Да? Искупает. Примеряет. И что делает? Оправдывает, да? Искупает. Первое – это значит удовлетворение Бога. Да? Удовлетворение Бога, находящегося над грехом. Второе – это что? Примеряет. И третье – что делает? Юридический аспект. Оправдывает. Совершенно верно. По поводу того, зачем нужны жертвоприношения, есть разные трактования. Помните, было два философа таких – Рамбам и Рамбан. Рамбам, они бы жили почти в одно и то же время, но немножко не стыковались друг с другом. Получилось, что Рамбам жил раньше, и он уехал, был в это время уже пожилым человеком. Он находился, где-то 30 лет между ними разница получается. Он находился в Египте, да, а Рамбан жил в городе Жирона, в Испании. Потом он уехал в Израиль, но тогда уже Рамбам умер. Поэтому так в жизни они никогда не встречались между собой. Но ученики их постоянно спорили. Они так спорили, что однажды ученики Рамбама собрали все сочинения Рамбана и сожгли. Потом собрались ученики Рамбана и сожгли все сочинения Рамбама. И это происходило в городе Милане, я не помню в каком году. Но христианам так понравилось сожжение еврейских книг, что это потом стало доброй традицией. Вплоть до Гитлера, как мы знаем, да? Вплоть до 20 века. У них были разные взгляды. Мы помним, Рамбам, он кто? Рационалист. Рамбан, Рамбам. Маймонит, да? Рационалист. Рамбан, он мистик. Ну, не будем говорить оккультист. Оккультист это тот, который связан с оккультными вещами, да? В Кабале есть оккультные вещи, но все-таки мышление Рамбана было направлено на Бога. Поэтому Рамбанна, нахмонит, говорит, мистическое. Приношение жертвы на жертвенники особым образом влияет на высшие миры, помогает искуплению человека и служит очищению народа. Записывайте. Диктую. Нахмонит, Рамбанна. Так. Мистическое объяснение. Принесение жертвы на жертвенники особым образом влияет на высшие миры, потому что он был каббалистом, да? И помогает искуплению человека и служит очищению народа. Правильная точка зрения? Вот православная и католическая церковь, да? Придерживается такой точки зрения. Вот. В какой-то мере, правильно, потому что говорят слово «таинство», да? Таинство, мистерия. И вот мы видели, что таинство совершал еще Иосиф в Египте, да, какие-то. Вот. Мы не знаем, как он проводил субботу, но что-то он с этой чашей делал. Блославлял каким-то образом. И вот эти вещи, которые мы делаем здесь, они происходят одновременно и в духовном мире, да? И это делаем. Вот все колдовство, оно основано с принципу похожести. Мы делаем из воска куколку, допустим, вонзаем в нее иголку, и настоящий человек при этом должен заболеть, да? Принцип сходства. Действительности, некоторые вещи, которые делаются в мире, вот, например, помните пост Даниила, да? И в это время как раз происходила духовная борьба где? На небесах, да. Есть. Но это не абсолютное. Это не абсолютное понимание. Потому что если мы будем только так понимать, то все сведется к только заключению определенных обрядов. И евреи так и делали, помните? И потом Исаия говорил, зачем вы все это делаете? Да, пожалуйста. Еще раз говорю. Нахванит, Рамбан, говорил мистическое объяснение. «Приносение жертвы на жертвенники особым образом влияет на высшие миры, помогает искуплению человека и служит очищению народа». То есть, если мы жертву не принесем, это понятно, что мы результаты не будем иметь. Но если мы принесем жертву и не будет в нашем сердце, опять-таки, не физическое связано с духовным. Физическое, оно не связано с духовным. Но наше духовное делает духовное. Если у нас в духовном ничего не происходит, то, естественно, в духовном мире тоже ничего не происходит. Значит, и два мнения. И два мнения. Значит, Рамбам. 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 Два мнения у Рамбама. Первое. Воспитательное. Поскольку в эпоху исхода из Египта все народы служили внешним силам, совершая жертвоприношения, то Всевышний должен был позволить евреям в их богослужении приносить жертвы. Но Бог заповедал евреям приносить жертвы только Ему, для того, чтобы они не приносили жертвы идолам. То есть, мистика тут никакого отношения не имеет. Значит, наши предки служили другим богам и приносили жертвы этим другим богам. Теперь мы служим Богу. Но мышление человека изменилось. Мы видим, что мышление человека при выходе из Египта ни в какой смере не изменилось. Да? Евреи сделали идола и стали его служить. Но для того, чтобы евреи не служили идолам, надо то же самое делать. Видите, что жертвоприношение и греки совершали жертвоприношение, и другие народы. Правда? Ну, там они свиней резали, но особой разницы не было. Они резали и кабановы, и резали и косы, они резали и быков, и есть даже на римских таких вот рисунках, приносящие жертвы с этими животными идут. Какой особой ворди разницы нет. Но раньше они делали это для идол, а теперь они делают это для Бога. И вы знаете, что в церкви тоже есть такая позиция? Кто помнит? Да, когда Константин пришел в классе, он все эти языческие вещи внес в церковь. Но говорит, ребята, это ерунда. Вы раньше калядовали там каляде. У нас каляда, у них, у римлян календы. Ну, это то же самое. А теперь мы не калядуем каляде, а кому мы? Бог. Раньше у нас был Дед Мороз, красный нос, борода лопатой, а теперь у нас кто? Санта-Клаус. Ну, и так далее. Да? И сейчас этот процесс происходит. Замечаете, да? Вот, масленица приносили в жертву живую девушку раньше. Для того, чтобы был хороший урожай. Так, кто смотрел плетеный человек? Так, сделаем коллективный просмотр фильма. С Николасом Кейджем. Да. Это кельтские обычаи. Но они сохранились в некоторых группах. Кельты – это ирландцы, да, ирландцы, кстати, западные украинцы тоже кельты. Вот, но теперь сжигают не девушку, а масленицу, чучело, да? Раньше живого человека сжигали, теперь чучело сжигают. Нормально, все в порядке. А какое отношение сжигание чучело имеет вообще к началу с пасхального поста? Да? Уз до запада это называется карна-вали. Вали – значит, привет. Карна – мясо. Приветик – мясо. И вы знаете, какие бесчинства происходят на всех этих карнавалах? Или день поклонения всем бесам, который почему-то называется Днем всех святых. Видим, что этот механизм не срабатывает. Правда? Не срабатывает. Нельзя одновременно поклоняться и бесам, и Богу. И нельзя совершать Богу такие же самые вещи, да, которые мы делали бесам. Поэтому я вам скажу, вот всякая поп-культура и так далее, вот мы говорим о христианском роке и так далее. Но вы знаете, что в классическом виде это действительно связано с поклонением к каким-то бесам. Вы знаете, что большинство этих людей плохо кончают, да? Наркотики и так далее. И дьявол был лидером прославления. Тогда говорят о христианском роке. Вы знаете, эти христианские рокеры тоже либо они потом становятся, как говорится, нормальными людьми, либо они потом уходят от Бога. Мы можем приходить к молодёжи, допустим, в их культуру, но мы не должны внедрять эту культуру в церкви. Потому что это будет то же самое, что мы будем калядовать. И сам по себе рок, вы знаете, угнетающе действует на психику. Согласны? То есть это определённые бесовские проявления. Наоборот, такие люди, если начали, то они должны переходить к какой-то более возвышенной культуре. Мы не должны идти вниз. Мы должны подниматься вверх. Поэтому, когда меня спрашивают, допустим ли христианский рок, допустим, в некоторых случаях. Но он не должен становиться нормой и не должны становиться специальные группы церквей с христианским, допустим, роком. Эта молодёжная группа может, допустим, начинать. Но кончить они должны чем-то более, что? Высоким, да? Лехаим, да. Лехаим. Итак, Рамбан, говорит, что это как бы воспитательное имело значение. Но он понимает, что не совсем правильно, не совсем правильный подход. И он не считает его единственным. Он не считает его единственным. Кстати, Рамбан считал, что жертвы все имеют временное значение. И придёт время, и все жертвы будут упразднены. Кроме одной единственной жертвы. Жертвы хвалы. В мессианском царстве, да, все жертвы будут упразднены, кроме единственной жертвы. Жертвы хвалы. Это хорошо? Это хорошо. Я согласен с этим мнением. Хорошо. Дальше. Но Рамбан ещё второе говорит, что ещё было такое, значит, воспитательное. Для того, чтобы мы размышляли. 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 То есть, все вот эти жертвоприношения, они имеют символичное. Второе объяснение Рамбама, что жертвоприношение имеет символическое значение для размышления. Мы этим занимались два дня, да? Мы изучали Скинию, и мы размышляли о том, что каждый имеет символическое значение. Вот смотрите, если мы ведём пример из христианства, опять-таки. Если у католиков или у православных, да, считается, что кровь и хлеб, да, это действительно становится, хлеб становится плотью, да, а вино при причастении становится чем? Кровью, да? Только католики верят, что это явно действительно происходит на физическом уровне. Вот они верят. Ну, говорят, два чуда, да, происходит при этом. Да, с одной стороны, всё это происходит в физическом мире, и с другой стороны, мы этого не видим. То православные говорят, что действительно преосуществляется, но так как каждый имеет предмет два уровня, физический и духовный, да, то он преосуществляется на духовном уровне, а физический мы этого не видим, да? А протестанты, как говорят, они являются символом. То есть, это второе объяснение Рамбама. Вам интересно сравнивать такие классические еврейские объяснения, что ничего не придумали христиане нового, чтобы не было уже придуманного евреев? Всё есть, да? Говорит, ну, а возлюбил врага твоего? Ну, говорит, это у нас этого нет, ну, и у вас, батюшка, тоже этого нет. Так что, да. Поэтому протестанты говорят, это символизирует, символизирует. Опять-таки, для того, чтобы размышлять. Когда мы принимаем хлеб и вино, мы размышляем о крови, да? Это второе объяснение Рамбама. И третье. Объяснение. Третий подход. Это Ибн Езры. Это подход, что жертва показывает, как замещение. Замещение. Третий подход. Видя, как сгорает жертва, принесённая в искуплении за грех, человек понимает, что по справедливости он должен был бы погибнуть, но, получив прощение, будет жить дальше. Объяснение Ибн Езры. Третий подход, да? Здесь четвёртый уже получается. Видя, как сгорает жертва, принесённая в искуплении за грех, человек понимает, что по справедливости он должен был бы погибнуть и получить прощение. Но он будет жить дальше. И у христиан тоже есть такое мнение. Какое из этих приведённых мной четыре мнения правильное? Все правильные, да? Но нельзя говорить, что только одно. Одно. Они все дополняют друг у друга. Совершенно верно. И мы, когда говорим, что это тень будущих благ, совершённые через жертву Мессии, но это примеряет для нас с точки зрения Арамбама и Арамбана. Потому что евреи, 9 глава, 10 стих, которые с яствами, питьями, различными омовениями и обрядами, досящиеся в плоти, установлены были только до времени исправления. Но это не значит, что жертва перестаёт действовать. Жертва продолжает действовать. Во всех-всех четырёх аспектах. Ну, какая жертва? Ишуа Мессия. Видите? Некоторые евреи говорят, можно молиться, можно рассуждать о жертвах, размышлять. И, ну, конечно, при этом происходят какие-то вещи у человека и в духовном плане. Но заменяют ли они жертву? Правда? Они не заменяют. И то, что там петуха курицу крутят, это тоже не заменяет жертву. Но когда мы это размышляем и имеем жертву Ишуа Мессии, то тогда мы благословенны. Хорошо. Что мы приносим в жертву? Что мы приносим в жертву? Прежде всего, если вот такими мы говорим, что часто матери говорят, смотри, я пожертвовал молодостью, перспективой карьеры для тебя, а ты неблагодарный. Является ли это жертвой? Потому что это родители выполнили свои обязанности по отношению к детям. То есть, выполнение обязанностей не является жертвой. Солдата на фронте награждает за выполнение своих обязанностей? Нет. Просто он на губе сидеть не будет, и сержант его не будет мучить. Да? Может быть. А может быть, все равно. Он только делает за то, что он делает. Во-первых, мы видим, эта жертва должна быть добровольной, да? Во-вторых, она должна быть сверх необходимого. Если человек говорит, вот, я приношу жертву. Сегодняшний день я отказываюсь от порнографии, я отказываюсь от наркотиков, я отказываюсь от алкоголизма. Это моя жертва тебе, Господи. Это не является жертвой. Понимаете? То есть, то, что мы и так обязаны делать, да? Это не является для нас жертвой. Во-первых, то есть, отметим, что мы имеем добровольную жертву, да? Во-вторых, и то, что мы обязаны делать, это не является жертвой. Какой же подход, который говорится в Новом Завете? Вот. Ишуа говорит, а я говорю вам, не против со злому. Кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати и другую, да? Подожди, пока он разбахнется и бей его снизу. Это не говорится о том, что вы, это я вам даю толкование Даниила Медозы, боксера еврейского, помните? Я вам рассказывал о нем в истории. Да. Так вот, это не значит, что тебя будут убивать. Когда хотят ударить щеку, да, это не значит, что наносят увечья. Это оскорбление, да? То есть на оскорбление нельзя отвечать за оскорбление. Но более того, не то, что нельзя отвечать за оскорбление, но подставь другую щеку. Он тебя оскорбил, ты ему просил это зло, и ты опять открыт перед тем, чтобы он тебе зло причинил вновь. Вот так я понимаю это, да? Вот тебе кто-то что-то просил, но ты уже знаешь, что ему доверять в этой вещи нельзя. А ты опять как дурак, подставляешь щеку, и опять он тебя бьет. Ты его прощаешь, и сколько раз в день? 700 там раз в день, да? Представьте себе. Да. И кто захочет судиться с тобой и взять тебе рубашку, отдай ему верхнюю одежду. И кто принудит у тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Значит, если кто-то судится и отбирает, это является у тебя жертвой. Нет, да? То есть, это и так получается, что ты должен это сделать. Но ты делаешь еще что-то сверх того. И это уже жертва. Кто принудит идти одно поприще, иди с ним два. Ну, вы говорите, что римляне заставляли носить определенное расстояние тяжести. Просящего тебе дай, и от хотящего занятия тебя не отвращайся. Вы слышали, как сказано, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. Это, я вам скажу, нигде не сказано в Торе, да? Это есть некоторые просто мнения равенов, с которым он говорит, полемизирует. Вы слышали, что сказали, люби ближнего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших и благословляйте проклинающих вас. Кстати, есть положение любите врагов ваших? Да, есть. Есть и осел твоего врага и так далее. Это есть по аналогии. То надо его разгрузить, да? Изобрать все себе. Надо взять с этим человеком, с врагом, разгрузить, да? Вот это очень важно. Да, любите врагов своих. Да будете сынами Отца вашего небесного, ибо он повелевает солнцу сходить над злыми и добрыми, посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, то какая вам награда? Есть такая хасидская притча, что аист по-еверейски хасида. Да? Это слово хасид, да. Почему? Он называется праведником. Потому что он аисты, но всю жизнь заключает супружеские отношения. Вот. И они очень заботятся о своих птенцах и так далее. Но почему же аисты относятся к нечистым птицам? Хотя на еврейте называется хасида. Потому что он любит только своих. Вот такое хасидское толкование. Итак, если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же делает и мытарь. А если вы приветствуете только братьев ваших, то что особенно делаете? Не так ли поступают и языщики? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец наш Небесный. Итак, первое. Жертва наш добровольный дар. Если мы делаем что-то, то, что от нас обязано, да, вот, то это не жертва. Жертва дается безвозвездно. Это не запас на черный день и не вкладывание капитала в Божий банк. Как поступают некоторые, да? Даже мирские банки укладывали капитал. Значит, жертва дается безвозмездно. Когда говорится о десятинах, там, не открою ли я вам, да? Ну, даже задавая десятина, мы не должны думать, что Бог даст нам десять раз больше. Он говорит, ну, может, я и открою, а может, и не открою. Но это все равно то, что вы должны давать, да? Десятина кажется для нас жертвы, но это обязательно. Поэтому это не является жертвой. Это обязательно. Хотим мы или не хотим, Бог дал нам такую заповедь. Жертва дается безвозмездно, это не запас на черный день и не откладывание капитала в Божий банк. Жертва это не стремление показать себя людям. Помните Анания и Сафиру? Ну, вы сейчас половины своего имения не пожертвовали, да? Не пожертвовали половины. Правда, сказали, что всю. И в результате сгорели на работе, да. Сгорели на работе. Хорошо. Если третий пункт, если мы приблизились к Богу или установили какие-то нарушенные грехом взаимоотношения, то мы не должны жить прежней жизнью. Есть мнение греши и кайсы, да? А есть мнение, ступай и больше не греши. Правда? Третье, что касается жертвы, если мы приблизились к Богу или установили нарушенные грехом взаимоотношения, мы не должны жить прежней жизнью по системе греши и кайсы. Но надо сделать так, чтобы сохранить восстановленное и подняться на новую ступень отношений с Богом. Сохранить восстановленное и подняться на новую ступень отношений с Богом. Помните историю нашего праотца Авраама? Он жил и сделал несколько жертвенников, И вот однажды он решил пойти в Египет. Он пошел в Египет, он жертвенник не ставил перед тем, как идти к Египет, да? Вот, потом он вернулся из Египта, и вы знаете, где он сделал жертвенник? На том же самом месте, на котором был жертвенник, когда он уходил из Египта, скажут, уходил в Египет, он возвращался на то же самое место, да? А следующий жертвенник, это был жертвенник вот этих расчлененных животных, то есть еще более выше. Итак, мы не только они должны возвращаться к прежнему уровню по системе греши и кайся, но должны по системе отступая больше не греши, но и даже подниматься на следующий уровень. Если не происходит у нас такой тренировки, да, помните, как спортсмены, что делают? Они изнуряют, они доводят свой организм до полного физического, иногда психического истощения. Мы всегда говорили, где начинается спорт, там кончается здоровье. Правда? Но если он не будет доводить себя до этого изнурения, сможет ли он повысить свои рекорды? Он не сможет повысить рекорды. В крайнем случае, он останется на том же уровне. Помните, вчера говорили и сегодня говорили, что каждый из нас должен бежать, а Равен должен бежать двое быстрее. Да? Иначе, если Равен бежит с такой же скоростью, что все остальные, то это получается то же самое, что он стоит на месте. Хорошо. Четвертое. Всякое жертвоприношение это урок. Он учит нас чему-то. И надо обязательно искать ответ на вопрос, чему это меня научило. Каждое жертвоприношение это урок. И учит нас чему-то. И мы должны искать ответ на вопрос, чему это меня научило. Пятый принцип. Пятый принцип жертвы. Пятый принцип жертвы. Жертва это всегда потеря для нас. Знаете, жертва не является потерей, если мы говорим на тебе Божий, что мне не хуже. Но является ли она также жертвой? То есть, я еще раз говорю, мы не можем принести в жертву то, что нам и так не нужно. Жертва это всегда потеря для нас. Зачем же получается, что мы добровольные мазохисты? Да? Но потому, чтобы установить лучшие отношения с Богом. Мы как часто говорим, вот мы уже праведники, уже Бог принес за нас все жертвы, и мы можем сидеть просто и радоваться. Ну, каяться тоже можно радостно, как учит Хасиды, это правильно, но радость появляется после покаяния. Да. Но жертва это всегда потеря для нас. И, можете, в рамочку здесь у меня стоит, если то, что мы приносим в жертву, не представляет для нас ценности, это не жертва. Так? И последний момент. Мы говорим, что жертвоприношение это не служение рук, а служение сердца. Шестой у меня момент. Жертвоприношение это не служение рук, а служение сердца. Если это просто не служение сердца, то это тоже не жертва. Жертва, жертва, это не служение рук, а служение сердца. Значит, что приносили в жертву? Первородное, да, первородное, это всегда самое лучшее и дорогое. Первородное приносили для какой-то цели, да, потому что это Богу было угодно. Это не жертва за грех, да, но это для Бога, потому что мы любим Бога, первое, оно всегда лучшее, да. А есть жертвы, которые приносятся с определенной целью, да. Вот есть жертвы обязательные, есть жертвы добровольные, обязательные жертвы предписанные. Мы их должны, допустим, приносить первенцам, первинки и так далее. А есть жертвы, которые мы приносим с определенной целью. И таких целей сколько у нас? Пять. И все они изложены в шести главах книги Левит, о которой мы будем изучать завтра. Я вам только сейчас их назову, да, и мы закончим. Первое, это жертва, приближающая нас к Богу. Жертва, приближающая нас к Богу. Это жертва всесожжения. Она носит название Корбан. Леги коров, это что? Приближаться, да. Или еще поднимающаяся. Ола. Ола. Она изложена в первой главе книги Левит. Она самая первая и самая главная. Она приближает нам к Богу. Вы помните, говорили, что это не есть жертва за грех. Это есть исцеление нашей шизофрении. Духовной нашей сущности. Ну, вы знаете, что жертва, которая приносилась в храме, это было временное исцеление, да, но это симптоматическое лечение. И только жертву Ишуа, Мессии, проводит радикальное. Вторая жертва, это жертва за грех. Это то, что мы говорили, жертва за грех, да. Третье, жертва повинности. Жертва повинности или жертва за ошибку. Значит, пять видов жертв. Да. Жертва повинности за ошибку. Да. Так, четвертое. Мы будем подробно говорить завтра о том, что они собой представляют. Четвертое. Это жертва благодарности. Или, как мы говорим, мирная жертва. Да. Жертва мирная. Жертва благодарности. За то, что Бог для нас сделал. Так. И что у нас еще последнее? Это пятая, да? А извините. Жертва благодарности за то, что я сделал. И пятая, мирная жертва. Извиняюсь. Да, извините. Я перепутал. Четвертое. Жертва благодарности за то, что Бог для нас сделал. И есть мирная жертва. Это жертва хвалы. Просто ни за что. Жертва благодарности, например, дается, если человек был в тяжелом положении, в болезни, например, и потом выздоровел. Да? И он приносил жертву благодарности. А мирная жертва ни за что. Просто вот человек что? Да. Хорошо ему, да? Хорошо. Значит, итак, первое, Аллах, да? Второе, Хатат, жертва за грех. Так. Ашрам, это жертва за ошибку, да? Да, там, потом я вам скажу. Так. Жертва благодарности, да? И мирная, Шламид, да? И мирная. Хорошо. Да, это все книги, да, в книге, это все в книге Левит. Хорошо. Ну, первых там пять глав, да? Вот они повествуют о пяти, о пяти витых жертвах. Сейчас, давайте посмотрим. Еще раз книгу Левит. Исход Левит. Смотрите. С чего она начинается? Так, если кто из вас хочет принести жертву Господу, то есть из кота приносите жертву и так далее. Первая глава говорит о жертве Всесожжения, да? Вторая глава, это если хлебное приношение. О, я извиняюсь. Я пропустил. Значит, второе оно хлебное приношение, да? Хлебное приношение, да. Вот что. Я ошибся. Ошибся. Хлебное приношение, да. Жертва за грех, жертва повинности и жертва благодарности. И мирная жертва. Они стоят вместе. Хорошо. Будем еще подробно говорить. Так что, хорошо. Книга Левит, вторая глава, хлебное приношение. Третья, жертва мирная, да? Четвертая глава и пятая глава говорят о жертве за грех, да? И жертва повинности. Третья глава, жертва мирная, значит, шесть глав. Пятая глава, жертва за грех, да? За грех, и там же в пятой, 14 стиха, и вся шестая глава, жертва повинности. Хорошо. Жертва за грех и жертва повинности. А жертва благодарности и мирная жертва, они к одной категории относятся. Хорошо. Ну что, отдыхаем? Отдыхаем.